12-й открытый спортивно-оздоровительный праздник Покровская лыжня 2023 прошёл под девизом «С активным долголетием от празднуем столетия» и посвящена Покровская лыжня 2023 наступлению старинного русского народного праздника «Масленица». Торжественное построение участников началось с приветственного слова директора комплексного центра социального обслуживания населения Артёмовского района Натальи Сильченко, которая отметила, что все, кто сегодня стоит в строю, уже победители. Покровская лыжня, как такова, и существует именно в этом месте примерно с 60-х годов прошлого столетия. Здесь проходили всевозможные соревнования и состязания любителей зимней лыжни, на которой выросло не одно поколение артёмовских спортсменов-лыжников. Традиционно организатором Покровской лыжни стал Сергей Халямин, который порадовался тому, что пандемия отступила и все любители лыжных соревнований, и почитатели здорового образа жизни вновь встретились на Покровской лыжне. Я рад вас еще раз приветствовать. Пожелаю вам хорошего, бодрого настроения, ну и спортивных успехов. На торжественном построении участников Покровской лыжни присутствовали почетные гости, которые сказали наподственные слова вышедшим на старт спортсменам. Участников соревнований приветствовали председатель Думы Артёмовского городского округа Владимир Арсенов и председатель общественной палаты АГО Раиса Калугина. Вы с таким удушевлением собрались сегодня на традиционную Покровскую лыжню. Разрешите вам пожелать. Ну я думаю, что все, кто собрался, это уже победители. Ну а достойных организаторы отметить. Здоровья вам всем, успехов. Дорогие мои лыжницы, лыжники, спортсменки, физкульт? Нет! Физкульт? Нет! Физкульт? Нет! Ура! Молодцы! С праздником вас, дорогие! С наподственными словами к серебряным спортсменам обратилась заместитель начальника управления социальной политики Артёмовского городского округа Светлана Харченко, отметив, что Покровская лыжня – это продолжение всероссийского спортивно-массового мероприятия «Лыжня России-2023». Я сегодня желаю вам всех благ, я желаю вам побед, я желаю вам хорошего настроения и только вперед, и только к победам. Главная церемония открытия спортивно-массового праздника Покровская лыжня – это поднятие флага комплексного центра социального обслуживания населения Артёмовского района. Право поднять флаг предоставлено победителю лыжной эстафеты команд-клубов по интересам ветеранских организаций 2021 года Команде «Энергия» ветеранской организации Артёмовские электрические сети. На церемонии открытия присутствовал олимпийский зайчик – символ зимних олимпийских игр. Именно олимпийский зайчик зажег огонь, оповестивший о начале спортивного состязания на Покровской Земле. Импровизированный олимпийский огонь зажжён, и соревнования начались. Но перед выходом на лыжню команды представили свои визитные карточки с названием и девизом. «Команда Горизонт! Даже если хода нету, обойдём мы всю планету! Нам совсем не нужен зон! Мы команда Горизонт!» Старт одинаково волнителен для всех участников соревнований, независимо от возраста. Спортсменки-дамы стартуют грациозно и, кажется, совершенно не спеша, но первое впечатление ошибочно. Потому что кажущаяся неспешность тоже даёт свои результаты, и все доеденные женщины преодолели финишную черту. Мужской старт более энергичен, даже, можно сказать, экспрессивен. В старте мужчин сразу определяется лидер, на которого равняются остальные спортсмены. Болельщики активно поддерживали свои команды. После лыжных соревнований прошли спортивные состязания, так сказать, на земле. В мини-эстафете участвовали сборные команды, состоящие из дедушек, бабушек и внуков. При этом каждый из них был быстр и ловок, а победила дружба. Нужно отметить, что спортивно-массовый праздник Покровская лыжня 2023 прошёл при поддержке администрации Артёмовского городского округа, депутата Артёмовской думы Татьяны Петровой, а также при поддержке постоянных социальных спонсоров ООО «Триаспорт», индивидуальный предприниматель Александр Тамбасов и индивидуальный предприниматель Ольга Станилевич. Далее прошла церемония награждения победителей спортивного мероприятия «Покровская лыжня 2023». Итак, в номинации «Дети до 7 лет» третье место завоевал Климанский Назар, который первый раз встал на лыжи, и это его первые соревнования и первая бронзовая победа. Второе почётное место занял Владимир Халямин, который стал самым юным участником спортивно-оздоровительного праздника «Покровская лыжня 2023». И первое место в забеге «Дети до 7 лет» занимает девочка Александра Никонова. Саша стала самой юной спортсменкой «Покровской лыжни 2023 года». Во встречной эстафете семейных команд, в которой приняли участие две семьи, места распределились следующим образом. Второе место заняла семья Климанских, а победителями стала молодая семья Зухович, которая была чуточку быстрее и везучей своих соперников. В третьем забеге среди женщин с ограниченными возможностями здоровья абсолютным победителем стала Ольга Пишкарёва. Победителем среди мужчин с ограниченными возможностями здоровья стал Юрий Шориков. В личном зачёте забега среди женщин старше 55 лет бесспортной победительницей стала Оксана Кабанова. Недавние соперницы на лыжне, а в жизни добрые приятельницы, поздравили друг друга с победой. В личном забеге среди мужчин абсолютную победу одержал Андрей Смирнягин. По данным регистрации участников, самым старшим спортсменом на Покровской лыжне 2023 года стал Юрий Васильев, а самой старшей участницей стала Лидия Мусатова. Несмотря на свой далеко не юный возраст, эти спортсмены-любители здорового образа жизни и лыжных соревнований до сих пор занимают призовые места в своих номинациях. В Покровской лыжне 2023 года участвовала супружеская пара, которые 39 лет назад вступили в законный брак. И на протяжении всех этих почти четырёх десятилетий принимают участие в различных спортивных соревнованиях. Это Татьяна и Сергей замятины. Присутствующие пожелали паре здоровья и активного долголетия. И под крики «Горько» пожелали, чтобы отношения были крепкими и долговечными. В лыжной эстафете команд клубов по интересам и ветеранских организаций третье место заняла ветеранская организация артюмовских электрических сетей «Энергия», в составе которой три спортсменки по имени Ольга. Второе место присуждено команде «Горизонт». Абсолютным победителем спортивно-оздоровительного праздника Покровская лыжня 2023 стала команда «Локомотив». Все команды действительно выступали очень и очень достойно. Но физическая подготовка у призёров оказалась лучше, да и везение победителей не обошло стороной. Покровская лыжня 2023 года состоялась. Флаг спущен командой-победительницей. И теперь все будут жить в ожидании очередной встречи на Покровской лыжне только теперь уже 2024 года.